Добрый день Сообщить такую интересную новость Сегодня вот в первом части моей программы Получил большое количество звонков Люди переживали будете ли вы сегодня в эфире Не знаю по каким причинам они подозревали это обратное Но по крайней мере уважаемые дамы и господа Леон собственной персоной у нас в эфире В прямом эфире не в записи Поэтому если появятся вопросы 847-400-5200 Единственное что прошу вас очень Сделайте так чтобы ваши вопросы Или ваше мнение Было как можно более лаконичными Чтобы оставить время Леону Ответить на все ваши вопросы Итак Мы начинаем Леон Я вам предлагаю обсудить вот такую тему Ну мы понимаем что произошло в прошлые выходные С этими перестрелками с массовыми убийствами Я бы если можно очень хотел бы услышать ваше мнение По поводу отношений демократов Во-первых ко всем вот этим происшествиям А во-вторых их отношения Вот к этим закону предложенному красных флажков Ну и так далее Все что посчитаете нужным Пожалуйста Ну во-первых огромное спасибо тем радиослушателям Которые звонили и обращались и спрашивали обо мне Во-первых очень приятно Во-вторых никаких причин Не знаю откуда это взялось Но никаких причин для беспокойства не было Ну за исключением того что я скажу Опоздал бы к началу Не успел бы приехать Вот но я успел Значит давайте я начну Как говорят от печки То есть я хочу дать какую-то такую Психологическое объяснение тому Что я потом буду говорить В связи с демократами Значит пару лет назад я ехал в машине И услышал интервью с летчиком коммерческой авиации И снова поразился тому Что лежащее как бы на поверхности решение Очень часто я бы сказал в подавляющем количестве В большинстве случаев Оказывается прямо противоположным Тому Той задачи которую пытаются добиться люди Чтобы решить эту проблему Вот летчик этот рассказывал Сейчас уже не помню на какой радиостанции Поэтому просто говорю слово летчик Рассказывал о проблемах выпивки Выяснилось есть такая проблема большая Тех как других летчиков так и вообще всего персонала Тех кто летает туда-сюда на самолетах Особенно на долгие расстояния Дело в том что они прилетают То есть привезли самолеты нас с вами Значит потом этот самолет готовится И другая команда улетает на нем обратно Они остаются практически почти на сутки В чужом городе Иногда в местах которых Во-первых нечего делать Во-вторых они бывали уже сотни раз И единственное что называется развлечение Которое есть это собраться внизу в баре И начать трепаться Разговаривать и выпивать в гостинице И очень часто так бывает Что раз выпили Два выпили Триста раз выпили Четыреста начинают привыкать к этому делу И перестают терять какую-то Я бы сказал норму То что они могут То что они не могут Выпить И вообще так сказать Многие компании сообщили Что они не потерпят играм алкоголя Большинство из них И даже установили некую норму Летчик не имеет права Ничего значит пить Алкогольного Значит за 8 часов Некоторые даже сказали 12 А есть одна авиакомпания Которая сказала за 48 часов До того как он садится за штурвал Вот А если кто-то из летчиков Мол выпьет И его поймают на этом То его немедленно выгоняют С черным билетом И пятном на всю жизнь Как бы первое так сказать решение На эту проблему Первый ответ на эту проблему Который приходит в голову Это так мол наказывать за это дело Что человек перепугается И пить не будет Правильно? Вот Что происходит на самом деле В связи с этим Как бы решение верное Но значит Теперь к чему это привело в действительности Мы знаем уже какое решение А не предложение Летчики значит не проходят тесты каждый раз Когда они садятся за штурвал То есть они должны либо сами понимать Что нельзя садиться выпившие Потому что значит вот их очень накажут Либо их товарищи значит по экипажу Должны их останавливать И кому-то сообщать Что мол так сказать У него там запах идет И поэтому не может лететь Но товарищи знают Что их коллегу Тут же Выгодят с работы А он потеряет свой доход А дом Все что у него Так сказать имеется Еще значит покроет себя позором И вообще очень часто разваливаются семьи Там и тому подобное По этому поводу И они как выяснилось Практически в 100% случаев Ником ничего не говорят Отворачиваясь И уговаривая себя Что ничего страшного Мол не произойдет Подумаешь там выпил немножко То есть самое простое решение Оказывается не работающим решение А что же делать Значит искать другое решение Наверное Например значит Что летчика не выгодят А будут лечить Там проверять Что на месяц скажем Отправят его в какую-то специализированную лечебницу Что он не потеряет свою работу Что когда он вернется Если он не пьет Он получит свою работу обратно И тому подобное Как раз возникает И сказать такой вопрос Да ну как же человека Который там пьяный Садился Можно обратно пускать Штурвал и тому подобное Нельзя да Но не работает Другое решение То есть когда что-то не работает Оно прекрасно звучит Но не работает Когда это против Естества Сущности человека То наверное Такого решения Такое решение Применять нельзя Ну теперь я перехожу Что называется К нашим К нашим баранам К нашим собакам И тому подобное Значит первая реакция У Ну любого наверное Человека Который ужасается От того что там стреляли В очередной раз Там так сказать Там в десятый раз Уже там так сказать Я не знаю Там за 10 лет Как минимум раз А то и два раза в году Происходят такие Массовые Стрелки Первое это Давайте у всех Отнимем оружие И каким же образом Это работает Это вот решение Которое Как бы вот Самое первое Которое приходит Здесь не будет оружия Мол Тогда значит Люди не будут Так легко Доходить это оружие И ходить И стрелять Других людей Значит тогда Так сказать Давайте начать Думать И смотреть На опыт Других стран И других мест А что же там Такое происходило В действительности Потому что есть Такое Так сказать Прекрасное Представление О том Что было бы хорошо А есть реальная жизнь В реальной жизни Значит Кто-нибудь Из тех людей Которые призывают Отнять оружие Хоть раз Удосужился Проверить Цифры Статистику Того Сколько человек Спасено Из-за этого оружия Вот я рассказываю Значит Два дня тому назад Еще один Волмарт И вам об этом Не расскажет Не MSNBC Не MSNBC Не CBS Не MSN Никто Значит Два дня тому назад В еще один Волмарт Заходит Молодой человек Леток Этак 20 Одетый В брови Жилет И с автоматической Винтовкой В руках Значит Когда он Подходил Менеджер Заметил Винтовку Нажал на кнопку И кнопка Начала Вызов полиции Кроме того Сирена Поднеслась По всему Этому По всему Магазину Люди Уже Бросились В расцветные Стороны Он Берет Винтовку И в этот момент Подскакивает Человек Сзади Приставляет Ему К его Голове Пистолет Отставной Пожарник Которого Было Право Ношения Оружия И говорит Молодой Человек Ты не Двигайся Пока Полиция Приедет И вот Так С руками На винтовке Поднятыми Наверх Стоял Молодой Человек Которого Сажал Случайно Выяснилось Дмитрий Андрюшенко Просто Чтобы Понимали Что Среди Наших Тоже Бывают Сумасшедшие Если Бы Не Было Вот Этого Человека Который Подскочил С В Калифорнии Практически Невозможно Добиться Я думаю Что В Ленойсе Тоже В Аризоне В Техасе Еще Можно А тут У нас Совершенно Нет Вот Если Его Не было Мы Имели Еще У него Было 100 С лишним Патронов В этом Сал Как Минум Половину А то И все Успел Выпустить По Людям Представляете Сколько Человек Он бы Перебил Вот Об этом Не Рассказывается Статистика Говорит О том Что Порядка Полумиллиона Случаев Рапортованных В полицию Когда Человек На которого Нападали Или что-то Собирались Напасть Вынимал Оружие В 90 с лишним Процентах Случаев Он даже Его никак Не стрелял Ничего не делал Просто В этот же момент В этот же момент Прекращалось Нападение И исчезали Те Кто нападает Они думали Что оружие Ножи Кулаки Есть только у них Как только Выясняется Что не только у них Они бегут Так вот Полмиллиона Человек С которых Порядка 40 процентов Сообщили Что они Абсолютно Уверены Что если бы У них Не было оружия Они бы Либо потеряли Жизнь А либо Были бы Избиты Изувечены Либо Были бы Изнасилованы 40 процентов Вот теперь Сравните Цифру 40 процентов От 500 тысяч С теми Людьми Которые погибли От винтовок Я не к тому Что от винтовок Мол Мало погибают И черт с ним Ни в коем случае Ни один человек Не должен погибать И нужно это пытаться Каким-то образом Останавливать Много лет Говорится уже Что должны Делаться Абсолютно Необходимо Делать Проверки На здоровье На психологическое здоровье Необходимо Дать возможность И поощрять Соучеников Родителей Не знаю Кому угодно Идти В полицию Или звонить По какому-то Определенному телефону И говорить Мой сын Или кто-то еще Он заговаривается У него Я очень прошу Вас заняться Этим делом Потому что сегодня Нет такой Линии По которой Можно звонить Так вот Уже мы знаем Что когда нет оружия То погибнет Больше людей Чем погибается оружие Второй момент Это А что бывает Когда нет оружия Давайте заметим Такую интересную вещь Все те государства В которых Были повальные Аресты Расстрелы Депортации И тому подобное За какое-то время До начала этого Они отменяли Право Людей Носить Или иметь Оружие То есть Они заставляли Людей Оружие Отдавать В Советском Союзе В Гитлеровской Германии В Китае Из самых Больших И прочих Я могу дальше Еще по 30 странам В которых Сначала Оружие Отнималось У народа А потом Спокойно Без проблем Ходили И тому подобное И убивали И забирали Людей Как вы думаете Если во время Погромов Еврейских деревень Вышло бы два десятка Бородатых евреев С берданками И когда толпа бежит Они бы эти берданки Наставили на толпу Многих бы Из них убили И изнасиловали Думаю ни одного Ты пьяный Пьяный Но пошли бы обратно Добивать Вместо того Чтобы получить В живот пулю Так вот Без оружия Мы Становимся Стадом Которое Я понимаю Что против армии Оружие применять Нельзя Но против Например Вот Несколько дней тому назад Рядом с резиденцией Лидера нашего Сената Не больше Не меньше Как Организовалась толпа Которая начала Орать Проткнем ему Его лживое сердце Чем-то Ножом Или вилкой Я уж не помню Что это Убьем его Всю его Поганую нечисть Мы уберем Поганую нечисть Извиняюсь Я так понимаю Что это семья Кроме того Брат Кастро Он конгрессмен Из Техаса Он брат Другого Кастро Они близнецы Которые пытаются На президента Сейчас От демократов Избираться Так вот Он только что Поместил список Из Десятка человек Которые Давали Поместил список В интернет Опубликовал его И тому подобное Людей Которые давали Деньги Донейшн На Доналда Трампа Когда его На МВС Спросили А собственно Зачем ты это сделал А чтоб знали Кто чтоб знал Ну вот чтоб одни Больше этого не делали А почему они Этого больше делать Не будут С вашей точки зрения Если вы опубликуете Эти имена Ну я вот просто Опубликовался Как вы думаете Зачем я это сделал Я это сделал Для того чтобы указать Имена и адреса Людей Которых надо Всеми силами Сейчас Они будут демократы Наши демократы Такие либеральные Такие милые Такие хорошие Которые любят Все что угодно Они любят Любую Диверсити Разнообразие В чем угодно Кроме одного В мнениях Вот мнение Может быть только их Вот он Наузкивает На этих людей И этим говорит Другим Будете давать Деньги Трампу Или республиканцам Мы будем Публиковать Ваши имена И вашим бизнесам Будет плохо Вашим детям Будет плохо Вам будет плохо А Максим Моторс Которая кричала Один раз ее поймали Даже на камеру Увидите их Как Симонов писал Где его не встретят Там его и убей В своих стихах Увидите республиканцев Особенно тех Кто значит работает У Трампа Немедленно Устраивайте им Скандалы на улицах Выгоняйте их Из ресторанов Делайте все Что угодно Чтобы они боялись Выходить на улицу Потому что улицы наши Так вот Как вы думаете Все эти люди Как только Выяснится Что нет никакого оружия И можно Вы думаете Кастро И Уотерс Не поведет их В наши дома И устроить все то Что устраивали В Советском Союзе Или в Германии Все то же самое Вот мое мнение По этому поводу Ну я хочу еще добавить Если позволите Что если бы не было Оружия Вот у этого Солдата военного Который напротив Волмарта Пытался купить Что-то себе В этом Финишлайн Или где он там В каком-то магазине Где он выскочил И Обезвредил То есть Ну застрелил Вот этого вот Парня Который стрелял На парк Лилайтер Волмарте И Волмарте Вот сколько бы еще Мы сейчас говорим 22 человека Были убиты И там 26 Было ранено Сколько бы еще Людей он положил Если бы у этого парня Бывшего военного Не оказалось при себе Легального оружия Которое ему Разрешили носить Вот во Франции Если помнишь Во Франции Там подстреляли Всех До кого достали Потому что Ни у одного человека Не было оружия В ресторане Да Конечно Конечно Да И в этом И в баре Тоже В этом ночном клубе Да Потому что Они не носят оружие Да У нас есть Давайте есть телефонный звонок Вы пока Послушайте вопрос Нашего радиослушателя Попейте водички Там А мы сейчас Включим Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Вы знаете Швейцарик Криминальный рейд Нуль Потому что там Все швейцарцы До одного Обязаны владеть оружием И женщины И мужчины Все А теперь Насчет вот этих вот Демократов Дерьмократов Они же специально Создают эту ситуацию Постоянно Специально возбуждают Вот этот вот мап Эту толпу Этих безумных Для того Чтобы Случилось Вот это вот То что случилось Чтобы Убивать людей А потом говорить Про то что Это виноват Трамп И так далее Они вообще фашисты Самые натуральные фашисты И если они Придут к власти Да Они даже не пойдут Сами Они скажут Антифе Чтобы они Пошли сюда В наши Спокойные Западные пригороды И так далее И все И они будут убивать Всех подряд Для того Чтобы просто запугать Спасибо большое Мария Спасибо Лен Прошу вас Ну Я не знаю Там Просто так Они будут убивать Или нет Это мне очень Сложно на это отвечать Я понимаю Что Мария говорит Я с ней согласен По сути Никто не умеет И не останавливается На четверти Когда делается Движение в одну сторону То потом начинает Двигаться В эту сторону Чтобы Что называется Пойти Сделать первый шаг Первый и второй шаг Демократы уже сделали Значит Теперь Что происходит Сейчас С Борьбой Трампа И Ну скажем Борьбой Консерваторов И Прогрессивистов Я не знаю Как их там Лучше называть Прогрессивисты Кстати Ужасли Либералы Они не какие Не либералы Они не прогрессивисты Они просто Комуняки Социалисты Вы знаете В союзе Слово Прогрессивка И забрать себе Вот что они хотят Делают вид Что они хотят Это для всех То есть Для них Рассказать Что мы хотим Всем раздать Это такой способ Захвата власти Что мы тоже Хорошо понимаем Так вот На сегодняшний день Демократическая партия Находится в состоянии При котором У них нет Ни программы Партии Ни программы Никого Кто пришел бы Как лидер В эту партию Ведь что случилось Скажем С Донандом Трампом Была некая программа Республиканской партии Я ее читал Со многим был Не согласен Но тем не менее Она мне нравилась Больше чем программа Демократической партии На прошлых выборах Хотя тоже Я там не очень понял Каким образом Они собираются Улучшать жизнь Американцев Жизнь отдельных Американцев С помощью отнятия денег У более Обеспеченных Это я понял И вот Пришел Трамп Со своей программой Она была популистская Но она была Очень четко Обоснованная Почему нужно Это Вообще Трамп Очень четкий человек И у нас есть Такая проблема Вот она Решается так Потому-то Потому-то И потому-то Там хотя бы Видно Каким образом Она решается Базируясь На психологии Человека Если человек Человек Вообще Всегда хочет Защищать Что называется Самого себя Свою семью И свою Больше чем он хочет Защищать Что-либо другое Или Сказать Когда мы Зарабатываем Деньги Почему-то Мы хотим Купить Велосипед Своему Скажем Сыну Или внуку У кого уже Внуки есть А не Просто Какого-то Человека Который Там В магазине Стоит И Сделать Такое Одолжение Правильно Понятно Что Мы все Должны Помогать Ближним И прочее Но Заботимся Мы Заботимся Всегда О нашей Семье Поэтому Америка Поэтому Ребята Мы Не Говорим Что Будем Кому-то Делать Плохо Но Для Начала Давайте Заботиться О наших О тех 60 тысячах Бездомных Которые Сейчас Гуляют По Лос-Анджелесу До Того Миллиарды Долларов Посылаем На то Чтобы Оборудовать Хорошие Места Для Жизни И Прекрасные Медицинские Услуги Для Людей Которые Пришли Незаконно Перешли Наши Границы С моей Точкой Должно Быть Наоборот Не Знать Что На Ржавый Гвоздь Бросать Но Значит Сначала Заботиться О своих А Потом Заботиться О других Так вот У демократической Партии На сегодняшний День Нет Вообще Никаких Идей О том Как Сделать Жизнь Американцев Лучше У них Есть Идеи Как Перераспределить Блага То есть Они Говорят Это Опять То же Самое Впередчиками Вот Смотрите Значит Вот У него Значит Есть Два Стула А Ему Не Нужно Два Стула У Кого То Нет Ни Одного Стула Поэтому Мы Сейчас Пойдем Возьмем Отнимем У того У кого Есть Два Стула Один И Передадим У того У кого Нет И Все Будут Сидеть При этом Они Совершают Целый Ряд Преступлений И Делают Очень Глупости Потому Получается Союз Советских Социалистических Республик Демократическая Партия Сегодня Настолько Не Имеет Никаких Идей Как Сделать Жизнь Америке Лучше Что Единственное Что Она Может Говорить Это Все Что Делает Трамп Ужасно Мы Довременно Не важно Абсолютно Как Живет Страна Билл Мар Например Заявил Что Он Дважды Это заявлял Первый раз Меня уже поразило А потом Расшифровал Он Сказал Что Знаешь Что Билл Мар Надеюсь Ведущий Конечно Он заявил Что Он Готов Чтобы В Америке Была Рецессия Он Готов Чтобы Работал Готов Чтобы Они Разорялись Готов Чтобы Была Плохая Жизнь В Америке Готов Чтобы Миллионы Людей Пошли Обратно На Фудстэп Ради Того Чтобы Не Выбрали Трамп То есть Что И вот Это То К чему Они Нас Призывают Наплюйте На то Что Жизнь Стала Лучше Наплюйте На то Что Спокойнее Стало На границах Наплюйте На то Что Перспектив Стало Больше Наплюйте На то Что Начинается Улучшаться Ситуация С Работами Работами Для Черных Для Женщин Для Азиатов Для Кого Угодно Наплюйте На то Что Северная Корея Там Не делает Практически Испытание То Что Она Сейчас Делает Это Детский Леп Наплюйте На то Что Китай Сейчас Находится В заднице И Мы в этом Мы в этом месте Прервемся Буквально На пару Минут Послушаем Рекламный Блог И Обязательно Вернемся И будем Обсуждать Дальнейшие Темы Оставайтесь С нами Дорогие Очень Фокс Во-первых Потом Хью Кьюритт, есть Дэнни Спрейгант и тому подобное. То есть, достаточное количество людей. Почему говорят, что 90% пресса захвачена либералами? По очень простой причине. Те традиционные средства массовой информации, они пополнялись как на уровне редакторов, так и на уровне тех людей, которые пишут и репортажи делают, пополнялись из, естественно, американских высших учебных заведений. Что произошло в Америке? Какое-то количество десятков лет назад в учителях, преподаватели стали идти люди, которые, мягко говоря, сами не могли состояться в реальной жизни и поэтому пошли преподавать. Я не хочу что-то сказать нехорошее преподавателя, здесь, конечно, огромное количество хороших, приятных, умных и прочих людей, но вот так получилось, что в школы, в колледжи пошло просто волной те люди, которые не устроились в, скажем так сказать, в продуктивной жизни. Значит, в России еще все дошутили в Советском Союзе, что кто не умеет делать, идет объяснять, как это делать, преподавать. Вот, значит, эти люди из-за своей ущербности и своих, как бы, можно сказать, даже зависти того, что у других получается, у них нет. Знаете, так сказать, обвиняют, естественно, всегда не самого себя, что ты, так сказать, козел и безрогий, да? А обвиняют систем. Почему так много людей обвиняют капитализм? Хотя капитализм дает возможности огромные, несравнимые ни с какой другой системой, как где бы то ни было придуманной на земном шаре последние 6500 лет, он известный нам с Библией, отрезок, когда мы можем его анализировать, до того бы не знали, было бы не было. А так вот, почему? Потому что, как бы, так сказать, все зависит от тебя. Чех не может принять того, что все зависит от него. Не получилось, это означает, что кто-то не дал, какие-то белые держали твоих там прапрадедов в качестве рабов, и поэтому ты дурак, так сказать, не можешь учиться, или у тебя психологические проблемы, или кто-то там в семье на него кричал «папа», а капитализм там и мудрый. И вообще люди не хотят быть при капитализме, они не хотят думать о других, они не хотят… Люди никогда не думают о других, они просто говорят, что они думают о других, и на этом зарабатывают себе очки, деньги и положения. И вот, значит, при том, что огромное количество людей при капитализме вылезло из состояния нищеты, зависимости, кошмара, постоянного унижения, которым они подвергались во всех других, так сказать, любых строях, строях, строй политический, при котором они существовали, политико-экономические устройства, скажем так, да. Тем не менее, капитализм дал настолько больше 80, а может 90 процентов страны, но при этом самое большое количество людей, которые только можно вообще придумать, говорят о том, что капитализм – это ужасно. Почему? Потому что они должны сами за себя отвечать. И вот в этом, с моей точки зрения, есть самая большая проблема. Теперь, а насчет, вот, да, пошли эти люди, так сказать, учить, они начали учить других, эти другие уже, так сказать, ими зараженные, заряженные, пошли в колледжи, пошли в университеты, стали, стали выходить, куда они пошли, в какие? Естественно, в гуманитарные, потому что в технику идут талантливые люди, или там компьютер, или куда-то еще, способные к чему-то. А туда идут люди, которые не способны к этому. Есть гуманитарий чисто, а есть просто люди неспособные. И вот они идут изучать историю движения женского сопротивления в Южной Африке. И вот он пять лет ее изучает, потом выходит специалистом в женском движении в Южной Африке. Что он может делать? Он ничего делать не может. Он вышел, у него 200 тысяч долларов, на 200 тысяч долларов на нем висит долго. Это отдельный разговор, откуда все это взялось. Это тоже устроили наши чиновники, не хочу сказать, демократы, республикации, медоприима, чиновники устроили все это. В сговоре с руководством университета. В прямом сговоре. Потому что их дети потом идут учиться туда, на самые лучшие и престижные университеты, и бесплатно. За то, что они организовывают всякие деньги этих университетов. Так что это прямой сговор. Уважаемый Леон, прошу прощения. Давайте примем еще один звонок, если вы не возражаете. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, у меня вопрос как бы с другого континента. Вот насчет Брэкзита Великобритании. Почему Великобритания должна платить какие-то деньги Евросоюзу, а не наоборот? Когда вступали, они, наверное, что-то платили, Евросоюз теперь должен им вернуть? Вы знаете, ну, нет, тему эту я знаю плохо. Дело в том, что Евросоюз стал делать то, из-за чего, так сказать, мы пришли в ужас. Он стал делать такие странные вещи. Они, например, говорили, как в Советском Союзе. Значит, вот здесь больше не будет производиться радиол. А радиолы, я, например, радиол, это старое название, будет производиться только вон там. А запчасти, скажем, в Риге, а запчасти в Казахстане, а коробку в где-то еще. То есть теперь, если оно разваливается обратно, то ни у кого из них нет продукции. И вот что начал делать Евросоюз? И очень успешно с их точки зрения это делал. Они, скажем, вот как только Прибалтика вступила в Евросоюз, они вдруг им сообщили, что они не имеют права удить рыбу. То есть рыболовецкие использовать какие-либо свои суда, ну, только если удочкой, да, коммерческие не имеют права. Почему? Потому что право удить рыбу есть у Польши. А право производить вот это есть у Германии. Кстати, у Германии выяснилось больше всех прав. Потому что Германия, так сказать, деньги ссуживала всем этим государством через Евросоюз. Значит, иными словами, стала происходить кошмарная вещь. Вот у тебя есть завод, который производит одну часть чего-то. И полностью разрушены цеха и производство второй части этого. И для того, чтобы взаимодействовать, надо иметь беспошлинное, беспрепятственное и тому подобное. Три-четыре раза туда-обратно гонять одни и те же детали, для того, чтобы их собирать. Можно в третьем месте. Вот почему Англия платит? Я так подозреваю, что какие-то Англия суды получала от Евросоюза. Суды в основном шли от Германии, которые, то есть немецкие деньги, которые, то есть Германия де-факто захватила сегодня Европу. Без кровопротивления. Для того, чтобы строить что-то, что Евросоюз сказал построить и разрушить, то, что Евросоюз им сказал разрушить. Им надо сейчас и платить Евросоюзу за все по всяким долгам, и восстанавливать промышленность, и платить пошлины, которые, так сказать, им нужно ввозить теперь какую-то продукцию, чтобы собирать свои изделия. У них теперь раньше было собственное производство, а сейчас производство разбросано по всему Европе. В этом кошмар всей этой ситуации, на самом деле. Ни в чем другом. Спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Леон, вот после этих ужасных событий стали говорить о том, что рейтинг... Нет, за то, что Трамп – российский, согласно 58%, если я не ошибаюсь. Как на это все реагируют? Это же глушает ужасные мысли. Спасибо большое. Прошу вас. Ну, значит, не верю я, лично я не верю. Почему я этому не верю? Значит, что происходило, когда перед выборами в 2016 году, вы думаете, ходят, стучат в двери и спрашивают, ничего подобного? Звонят. Звонит мне какой-то незнакомый человек, да? И говорит, скажите, пожалуйста, вы за кого собираетесь голосовать? За Хилл или за Трампа? Столько гадостей о Трампе говорили. Так называли идиотами и прочие людей, которые, что я говорю, я не решил. Я говорю, за Хилл или за Хилл. Правильно? Тогда какой смысл во всех этих опросах, если вы заранее устраиваете такой вой и крик во всей стране, что он, Трамп, расист, а все, кто за него голосуют, они подонки, сволочи, гады, их надо давить на месте, и мы будем публиковать их фамилии. Что вы будете отвечать, когда вам позволят? Ну, вы, может, скажете о Трампа, а 90% людей скажут, о, не-не-не-не, ничего подобного, я не решил. То есть, те, кто будет голосовать за демократов, говорить «да» за демократов, а те, кто за Трампа, говорят, что это не решил. Вот и все. Да. Помните, как говорили, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Поэтому то же самое происходит с опросами. Леон, я специально держал эту тему для вас, мне очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Вы слышали, да, о том, что студия Universal Pictures собирается выпустить буквально вот чуть ли не на следующей неделе новую картину под названием «Хант» – «Охота». Вот, если вы слышали об этом, хотелось бы услышать ваше мнение. Если нет, я вам вкратце быстренько расскажу. Да, расскажите в двух словах зрителям, чтобы я мог уже отвечать, а не рассказывать с этим. Понял. Значит, очень быстренько разговор идет о том, что студия Universal выпустила картину «Хант». Идея картины в том, что группка элит, демократических элит, выкрадывает так называемых deplorables, то есть, ну вот, никчемных, обиженных и так далее, выкрадывает этих людей, в основном из южных штатов, привозят их на остров и устраивают на них охоту. И фильм так и называется «Охота». И причем это не сатира, это не шутка, это не утка, это действительно выпущен фильм, который собирается выпускать на экраны. Просто они должны были его выпустить на этой неделе, но в связи вот с этими убийствами на прошлые выходные, они решили как бы еще на неделю оттянуть выпуск этой картины. Вот такая ситуация. Ну, мне больше всего нравится, что NBC, скажем, оно получило деньги, естественно, и занимается тем, что оно рекламирует и делает промоушен на всех своих передачах этого фильма. А, значит, то самое NBC, на котором с ужасом говорят о том, что вот Трамп сказал что-то, что можно понять. Значит, Трамп сказал приспустить флаги и закончить это в то самое время, как Адольф Гитлер в этот же день, там что-то такое. То есть, они поняли всю историю, выяснили, что в этот день Адольф Гитлер что-то сделал, и тут же сказали, что Трамп сделал это для того, чтобы отдать салют Адольфу Гитлеру. После этого они прямо, сразу же после вот этого рассказа, значит, рекламируют, так сказать, вот этот самый «Хант Охоту» фильм, да? Значит, с моей точки зрения, человеческой тупости, то есть, люди, которые верят им, нет предела, а также человеческой гнусности нет предела, потому что мы за деньги, как выясняется, наше племя человеческое, за деньги, потому что нам так хочется, потому что мы кого-то любим, наоборот, или потому что мы кого-то ненавидим. Кстати, ненависть – это прекрасный, так сказать, двигатель, да? А всегда перед выборами стараются ненависть возбудить к другой стороне, потому что знают, что она поднимает лучше, чем любовь к этой стороне. Так вот, совершенно позорно, что происходит сейчас вообще на территории Соединенных Штатов Америки. Это вообще не та страна, в которую мы ехали, сюда стремились. Это, не знаю, какой-то совершенно оголтелый социалистический заповедник, в котором можно говорить людям, как только вы увидите их немедленно, вы горяете их с улиц, можно кричать около домов и кричать, мы тебя убьем, убьем твоих детей. Можно публиковать списки людей, которые донором противоположной партии. Можно каждый день говорить по телевизору, по радио и прочее, расист, 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 подонок, 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 убийца, убийца, убийца. И ничего другого не говорить, и не их положить, перекрестили говорить, и надеяться на то, что они так приведут народ в такое состояние, что их выберут, и вот тогда вот они уже устроят нам справедливую жизнь. Мы уже имели, однажды, справедливую жизнь. Знаете, был такой Бердяев, философ, великий русский, к сожалению, из-за того, что произошла революция и прочее, то его похоронили, я не знаю, до сих пор, может быть, не выковырили. Он сказал, что установление равенства всегда на силе, потому что равенства в природе не бывает. Правильно. И на этом слове давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, добрый день. Леонид Иванович, по поводу ненависти, не кажется, что вот по всем каналам, либералы, левые, значит, они все везде кричат о том, что Трамп, он расист, он вот против тех, других, третьих, черных, мексиканцев и так далее. И когда человек, который, ну, с ненормальной психикой, ему сказали, что Трамп так говорит. Он никогда этого не слышал. Ему это повторяют ежедневно, везде и много раз в день. И он начинает верить, то, что да, наверное, этот президент действительно поддерживает вот это. Я могу это сделать. Ну, это, конечно, ненормальный человек. Но, тем не менее, когда зомбируется вот это мнение, и это можно сказать про любого человека, можно завтра сказать, что Обама, там, вот он так и так, и тоже все начнут верить, хотя никто никогда этого не слышал. и интерпретировать любое слово, то есть сказать денег не стоит. И вот это повторяется, повторяется. И вот этот вопрос ненависти, он, в принципе, вот этими либералами и левыми, собственно, и нагнетается, но об этом никто нигде не говорит. Спасибо большое. Ну, об этом все не говорят, на самом деле, все, кто, так сказать, с другой стороны. Но я вам скажу следующее. Значит, на момент выборов в шестнадцатом году рейтинг позитивный у Трампа был тридцать пять. Да? И, тем не менее, Трамп победил. А на сегодняшний день, значит, на вчерашний день, потому что, так сказать, вчера я видел результаты очередного опроса, значит, усредненно по, там, двенадцати опросам рейтинг у него сорок пять. То есть, за два года, два с половиной года, находясь в центре, так сказать, всего, что происходит в нашей стране, и в то же время в центре всех скандалов, которые только можно придумать, а Трамп умудрился поднять свой рейтинг на десять пунктов. Значит, если добавить к этому, что есть какое-то количество людей, которые никогда не скажут, что он им нравится, и будут говорить, да, ужасный, ужасный, а потом, когда придет время голосовать, начнут думать, мне голосовать за то, что у меня поднимается зарплата, и за то, что мой сын нашел работу после колледжа, и за то, что жизнь стала безопаснее и тому подобное, или мне голосовать, потому что кто-то говорит, что он, допустим, хоть триста раз бьет свою живую пятницу, кого это волнует, если у меня есть хлеб на столе. Кстати, если вы помните, Леон, даже республиканцы в свое время, когда Трамп выиграл выборы, я имею в виду, вот, например, такого, как Карл Рофф, на тот момент еще живой, как его звали, Краудхэммер, Чарльз Краудхэммер, они все говорили, ну, окей, да, Трамп выиграл, у него там было 35%, но на этом все, это его база, и он больше никогда в жизни никого на свою сторону, своими даже действиями не переключил. Люди привыкли к тому, что он на Твиттере ведет, так сказать, разговор со страной. Люди привыкли к тому, что он резкий, люди привыкли к тому, что он не всегда, так сказать, в выражениях разбирается, а особенно, когда на него наезжают, он так наедет обратно, чтобы тебе, так сказать... Ну да, мало не покажется. Да, привыкли они к этому. И они вдруг выяснили, что это никакого отношения, никакого отношения не имеет к тому, как он ведет это государство в том направлении, в котором всем нравится, на самом деле. Да, абсолютно. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы слышали когда-то такое имя, как Питер Залмаев? Залманов? Нет, не знакомо. Ну, это... Он считается политологом, американский, русскоговорящий, вот он выступает на украинском ток-шоу и начинает рассказывать. За Трамп, значит, Трамп такой-сякой-расякой, но у него рейтинг из-за того, что хорошая экономика, вырос на 10%. Вот вся надежда на то, что с экономикой что-то случится, вот уже есть признаки, она немножко перегревается. И вот, может быть, если вот за эти последние два года ничего не случится, его переизберут. А если нет, то есть надежда, что нет. Вот как вы считаете, может что-то случиться с экономикой, потому что... Спасибо. Варвара, нет времени, честно. Варвара, ну, конечно, когда меня спрашивают там за столом сидеть, ну, что ты думаешь, там Трампа переизберут, я говорю, если не случится чего-то экстраординарно плохого, то его переизберут, с моей точки зрения. А случится может все, что угодно, откуда я знаю. Ну, нам рассказывали два года, что вот завтра вытащат те материалы, которые уже все, кому надо, видели, все знают, что Трамп предал Роте. Значит, нет, потом нам рассказывали, что он, значит, вот сейчас Мюллер закончит свое расследование, и вы все увидите, как он всеми силами препятствовал и незаконно, и превысил, и тому подобное. Ничего подобного не было, да. Потом нам еще что-то рассказывали. Ну, я не знаю, ну, наверное, может что-то случиться, ну, упадет там астероид на Вашингтон, прибьет всех, так сказать, экономик и падает. Я не знаю, ну, я не знаю, что, ну, идет человек по улице, и на него снова в Калифорнии сосулька. Кстати, насчет астероида было бы, может быть, и неплохо, если бы оно сделало такую хорошую встряску, может быть, у людей мозги бы стали на место? Нет, нет, нет. Не думайте. Я уже 10-15 лет талдычу одно и то же. Образование, 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 education, education, education. Это правда. От всех форумов партии, которые я, вот, был, так сказать, в либертарианской, в ЦК, талдычил это. До того, после того. Надо учить, учить, учить и учить, и построить правильно обучение, начиная с... У меня внук, вот, так сказать, очередной. Ему сейчас 6 лет, 7 уже почти. Он ходит в начальную школу, да? Да. я приехал на Мещатях, они не очень далеко живут, он, значит, что-то такое, услышал слово Трамп и говорит, говорит, Трамп очень плохой президент. И он, как я тебе это сказал? Он говорит, это в школе все говорят. Да. Учительницы в школе им шестилетних, они говорят, что Трамп очень плохой президент. Ну, мы им не верим, мы их не слушаем, поэтому, на этой ноте, уважаемый Леон, спасибо вам огромное, как говорят наши друзья-американцы, it's been a pleasure, и я надеюсь, на скорейшую, следующую встречу будет что обсудить. Спасибо большое, спасибо, я тоже жду. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания.